Добрый вечер! Смотрит на часы. Ну пора! Уже пора! Все! Вот, наконец-таки, спустя 5 минут ожиданий томительных и морозных команды начинают эту игру. Динамо в бело-голубой форме и сразу же пытаются начать атаку. Гости, номинальные гости, вот такие формальные, потому что Мачкала, конечно же, находится... Ух, какой момент! И нет положения вне игры. Динамо впереди! 19-я минута. И вот так, как-то слишком просто забивают свой гол. Динамовцы выходят вперед. Бело-голубые. Осталось понять, кто же автор забитого мяча. Я был сконцентрирован, честно говоря, на этой атаке. Еще один момент возникает. Уборот Памазана. И выходит голкипер Скам, сбивая с толку Сослана Кагермазова. Может быть, поторопился. Еще один момент возникает. Вот сейчас откровенно везет. Фортуна на стороне Хабаровчан. Штанга принимает на себя удар Динамовца. Да, счет сейчас должен был становиться 2-0. Моментище. Симонян идет в центр. Будет бить сам. Да, взял на себя ответственность. Артем Симонян сместился с левого фланга в центр. И вот первый удар. Если одна команда в состоянии создавать моменты и доминировать, то ничто ей сегодня не помешает. Сегодня эта команда пока Динамо-Махачкала. Симонян бьет поворотом. Вот это, наверное, самый пока опасный момент в исполнении СКА Хабаровск. Мог мяч там нырнуть в дальний угол. И обращаем внимание на то, что у СКА подача на дальнюю. Здесь Магомед Мусалов. Мусалов пробил. Вот так, несколько торопясь. Снова Мирошниченко. Гелаян. Что придумает? Бьет поворотом. Это было не слишком опасно. Понимает сам Гелаян, что мог гораздо опаснее распорядиться этим мячом, этой атакой. Можно бить. Бьет и спасает свою команду Черновский. И вот самый-самый явный момент у СКА Хабаровск. Саид Алиев здорово придумал. Здорово нашел момент для удара. Да и классно он пробил. Черновский в игре. Пойдет мяч на газон. Что, неужели не было нарушения правил? Нет, было. Все там высокорослые впереди. Симоньян подхватывает мяч. Дает Жапченко играть. Скидка. Удар поворотом спасает Рамазан Гаджимурадов. Свою команду. Все. Финальный свисток. И Динамо увозит из Санкт-Петербурга. Тречка. 1-0. Минимальная победа. Но кто скажет, что она незаслуженная? Единственный мяч. Забил Рожаб Магомедов в первом тайме. И мы видим, какая радость футболистов в бело-голубой форме. Они отдали себя на поле полностью.